так чуть очень сильно плачет ребенок мне знаете они я тоже не люблю этот именно плач так не этот мостик мы прям совсем не нравится дайте медленно и аккуратно по нему пройдем собака сволочи так тут единственный выход из комнаты так суда не вариант здесь завал мы провалились походу кажется наш персонаж просто если он куда-то падает или умирает то он просто просыпается в ближайшей кровати что ли а она мне моргнула нам не моргнула зашибись так опять младенцы тогда эти подышим немножко все ты в норме чувак этим я самом деле мне нравится реакция нашего нашего друга сныкались от младенца за секунду просто давай давай я уже понял что у тебя одна один всего момент ты будешь пытаться трясти шкаф а смотрите вам пройти к шкафу не может там куклы ему мешают он сбоку не подойдет к нему так выходим бежим джим 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 у хорошо чё тебя как-то слышал твою ж мать твою я думал он один ходит по дому их тут оказывается много брин какой же он все-таки толстозадый сумоист блин вообще 2 приближается на этот пошатал мой их шкафчик так ладно ждем пока он вернется потому что я не хочу на него выходить я даже знать не хочу что будет так и дружи ты будешь возвращаться да вот он возвращается да ладно понятно надо сныкаться просто в этот момент да и вот он идет обратно сейчас он пройдет мимо шкафа и мы выйдем и побежим дальше где-то здесь этому будет нормуль бежим беги форест беги просто чувак да все мы опять идем походу на чердак здесь на этот раз там мы не найдем сестру хотя нет стоп мы же упали на этаж вниз это просто этаж куда учиться здесь как-то многовато кукол одна даже он вся в паутине знаете в чем мне больше всего не нравится это куча кукол поэтому это просто жесть да да какого какого хрена мы все время видим свою сестру мертвой ты чё дебил что ли ты идиот просто о слава богу я все понял мы в психушке лежим че щас че за каком там что-то плохое походу мы лежим психушки и нам хреново и там хреново ничего хорошего нету он нам дверь открыли ребят я плохое предчувствие знаете давайте будем смотреть что там в камерах вроде ничего я сначала подумал что это мы лежим психушки поэтому нас так плющит оказывается походу это сон то продолжается в принципе игра нас так и называется что мы в кошмаре находимся причем бесконечным сзади плащет маленькая девочка так суда мы походу не попадем а у нас видимо ключа не будет я так полагаю лишь что или это просто или это просто такая дверь она продолжаем обыскивать камеры точнее как обыскивать осматривать здесь кстати за перекрыта камера матрасом о собака боже мой вайвахов ну в общем то же самое что типа зачем у меня оставили или позабыли я не помню как форсакен переводится диспансер окей гидротерапия да ладно ну хотя дачу я удивляюсь гидротерапии тут была примерно как раз таки в то время сейчас большинство из этого не используют ни лоботомии не гидротерапию не прочие подобные вещи по-моему из старых осталось только электротерапии то там в америке так она называется как-то по-моему по-другому немножко ладно что за там что-то плохое да так и что это было скажите мне так сказать на милость они ответы нам не нужно туда везде кровь кстати странные звуки напоминающие некоторые американские слова которые я не успеваю разобрать из-за того что это все происходит как отголоски ладно в больнице кстати лестница длиннее у нас назвали томас нас реально зовут томас я как-то не обратил внимание ну да а мы ребята мы на стекла наступили твою ж налево у нас кровь течет ребят мы ноги поранили блин хреново ладно офис доктора а здесь уже кстати кровь несчет так ну это что-то типа стандартной проверки на зрение офис анестетик точнее арсеник капсулы арсеника на вокаин видимо мокий блок б пока тут ничего нету я надеюсь мы этих больших ребят не встретим все таки не хотелось бы их увидеть это еще кто окопа твою мать что это было у кого хрена че это было так и как тебя обойти а у нас не видит но ходу слышат так ага то есть вот так когда мы ходим у нас не слова так слышат и так вроде даже не слышат окей так он нас тоже не слышит пошел ты я понял что они ни одни из монстров не могут бегать за нами когда мы как сказать так если в кровь наступить мы будем потом крови мне кстати мы не пачкаемся в крови в чешой только в своей оу чья то отрезанная рука ребят томас не хочет потрогать руку нет ну ладно кстати реакция нашего персонажа довольно странная то есть он можно сказать никак не реагирует на все происходящее еще не там есть интересное нет там только два матраса лежит ладно продолжаем спуск надеюсь найди что нибудь интересненькое страшненькое впрочем возможно на этом стоит закончить так оба на опять эти слепые так мы ребятам реально вскрывали мозг и скорее всего челюсть я чуть не обосрался сейчас от того что он а их двое ребят вашу мать их двое блин кстати томас по сравнению с ними какой-то маленький чем реально маленький так заходим все ссоришь так еще не обыскал счету камеру не смотрел опять рука никто не хочет руки покушаем нет нет столовая какой вкусное блюдо ладно идем на кухню что же у нас на кухне а на кухне у нас по моему не совсем те предметы которые нужны на кухне ну кроме чеснока так чья то нога нам предлагают отдельные части тел как это приятно да такой хороший сервис в этой больничке тут ничего никого оу как я вовремя за бу 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 походу они очень сильно реагируют на этот звук ребят так тихо 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 вот так они нас слышат нет так не слышат он забытит он забытит быстрее томасу сбеги все отлично оторвались можно сказать так что это что за что то что то там прям совсем много крови все больше крови становится в игре такие тонны литры крови просто лестницы становятся все длиннее мы спускаемся в ад вы знаете как все глубже и глубже в круге ада так уже не складывается впечатление что томас спит он действительно складывается такое ощущение что он в аду это как-то напрягает стоп там какая-то записка была а нет это просто кто-то откусил часть интерьера комнаты или выбрал так ну здесь вроде ничего страшного пока больше нету кроме вот этих чудаков в принципе wake up проснись томас пытается сам себя разбудить через разные послания зайдем-ка в душ помоемся помоемся в душе умойся своей кровью томас ну ладно доброжелательная игра знаете ты хочешь зайти помыться а тут раз тебя и встречают лужей крови причем еще больше крови стекает сверху расположение комнаты здесь странно но для сна я думаю что это вполне нормально куча трупов блин ребят так так надо как-то очень очень аккуратно идти за ними я так полагаю нет я не ждал что он повернется видимо надо как-то его отвлечь там стекла рядом нет интересно стекла нам обратно в дверь не вернуться это еще за нафиг то есть выйти можем войти нет облом ладно хорошо друг пусть будет по-твоему тихо томас вообще никак не реагирует на происходящее куча трупов ему пофиг он такой к сожалению у меня подозрение что томас самую малость аутист ну окей но герой у нас в любом случае странный он не боится ничего абсолютно тут ходят странные мужики которые готовы его убить откусить ему чего-нибудь а может он просто надеется что это мирные добрые бабочки сложно сказать в общем я не знаю честно говоря что здесь происходит с нашим главным героем но определенно ни черта хорошего с ним не происходит потому что он засунут как-то страшный стремный сон мы продолжаем путешествие по психушке в каждой следующей камере все больше и больше крови и говорится чем дальше в лес хотя не вот здесь вроде не очень много чем дальше в лес тем больше дров томас ты идиот зачем ты остановился хотя у меня такое подозрение что там что там а он убежал вниз слепой вниз убежал в пакет блок охраны security блок конечно же ниже нас не пускают мы заходим в комнату скорее всего ага нас накормили еще одной рукой спасибочки что everything is all в общем все наверно ложь я так думаю это относительно знаменитое выражение так почему а нет я я думал что можно пройти то есть знаете как тихо-тихо совсем то есть еле-еле когда ты ходишь но оказывается нет ладно сейчас тогда пройду по-нормальному так так но приятно что разработчики сделали чекпоинты ногам опять чья-то тихо ушастик блин знаете как чебурашка только менее приятные на внешность так так я понимаю что у нас проблема а а гэби что что происходит я уже не раз говорила тебе называй меня доктор смит но ты моя сестра боюсь что ты ошибаешься где где я ты в психиатрической больнице и находится здесь уже довольно давно почему я здесь а как ты думаешь почему ты здесь я не знаю но сегодня все пожалуйста покинь помещение то есть у нас реально проблемы с мозгом мы ошиблись это не наша сестра это наш психиатр либо мы воспринимаем нашего психиатра как нашу сестру либо наша сестра в нашем подсознании это наш психиатр нет все нормально мы все еще во сне так что скорее всего мы воспринимаем или наше подсознание воспринимает нас как наша твою ага ну теперь мы будем просыпаться все время у нашего психиатра ну то бишь у нашей сестры я так и правильно понял что здесь придется использовать стекло дабы отвлечь его от трупов так нас снова накормили рукой wake up все время пытается томас сам себя разбудить я так полагаю заляпали в общем предыдущий ох 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 о чем джемти ну понятно а мы опять в крови измазались да я был прав все лож просто все комнаты уже заполнены до отказа кровью просто очень ужасно выход ребят выход там нигде нельзя нет там по боку как-то пойти я что-то такое солен хили припоминаю он давайте вернемся теперь ты не сбежишь как у их милый возвращайся спать но почему я в постели с моей сестрой о чем ты говоришь и твоя жена я у тебя даже нет сестры я я думал не беспокоюсь о тебе почему бы тебе не выпить стакан молока чтобы успокоиться хорошо окей действительно в общем мы мы поняли что наша сестра на самом деле наша жена и только что она нам неужели мы наконец-то проснулись